Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле это не совсем так, потому что одни технические навыки недостаточны для того, чтобы проводить эффективное консультирование больных, для того, чтобы взаимодействовать эффективно и конструктивно с пациентами. Когда слушатели кафедры онкологии узнают, что я медицинский психолог, они задают следующий вопрос. Как нам защититься от больного? Я продолжаю их вопросы рассуждениями. Если речь идет о защите, значит возникает какая-то опасность. Как на ваш взгляд, какая существует опасность у врача при взаимодействии с онкологическими пациентами? Врачи отвечают, эмоциональные. Да, действительно, существует эмоциональная опасность при взаимодействии врача с пациентами. И в этой связи хочется обратить ваше внимание на эмоциональное выгорание. Посмотрите, пожалуйста, эмоциональное выгорание, одно из определений его гласит о том, что эмоциональное выгорание это не что иное, как механизм психологической защиты. Таким образом, получается, что с помощью эмоционального выгорания врач защищается от эмоциональной опасности. Он исключает эмоции из процесса взаимодействия с пациентами, либо прекращает взаимодействие с пациентами. Вот данное утверждение подтверждается нашими исследованиями. Посмотрите, пожалуйста, на слайде изображена сформированность фаз эмоционального выгорания врачей-онкологов. Прошу обратить ваше внимание на среднюю фазу резистенции. На этой фазе происходит... Посмотрите, синим цветом выделена, когда фаза не сформировалась, красным цветом выделена фаза в стадии формирования, и зеленым выделена сформировавшаяся фаза. Именно на стадии резистенции наиболее всего, больше всего случаев в стадии, когда сформировалась, или в горании на стадии формирования. Рассмотрим, что же происходит на фазе резистенции с врачами. Как они защищаются от эмоциональной опасности. Резистенция – это значит сопротивление. Что же происходит с врачом? Во-первых, проявляются симптомы в виде неадекватного избирательного реагирования. О чем гласит этот синдром? То есть врач в процессе взаимодействия с пациентом... С врачом происходит выборочное взаимодействие, когда он может с кем-то общаться адекватно и хорошо, а с кем-то выбирает, бессознательно выбирает, с кем-то в силу каких-то других причин он не общается адекватно или вообще не общается. Этот синдром уже сформировался. И также на стадии развития синдрома формируется расширение экономии эмоций. И это обычно тот же самый синдром, но он распространяется уже не только на общение с пациентом, но он распространяется и на другие сферы жизни врача, в том числе на общение с родственниками, друзьями. Иногда врачи говорят о том, что когда они приходят домой после работы, и если жена, допустим, тоже работает в клинике, то они просто расходятся в разные комнаты и не общаются между собой. В течение дня они настолько устают отвечать на вопросы и взаимодействовать с пациентами. И, наконец, еще складывается один симптом выгорания – это редукция профессиональных достижений. Это когда врач пытается вообще сократить обязанности, связанные с общением с пациентами. Врачу в своей деятельности приходится взаимодействовать с огромным количеством людей. И невозможно подготовить врача настолько, чтобы он с каждым пациентом, подготовить его с каждым отдельным пациентом, как правильно взаимодействовать. В таком случае получается очень важным, чтобы врач мог работать с большим числом пациентов. Для этого необходимо выделить определенные общие положения, которые влияют на взаимодействие врача с пациентом, которые состоят в общих подходах и в общих принципах эффективного взаимодействия с пациентами. В своем сообщении я как раз хочу остановиться на одном из таких принципов и на одном из подходов, которые способствуют эффективному взаимодействию врача и пациента. Обратите внимание, каждый знает, что цель врача – это цель медицинской деятельности – это лечение больного. А задумались ли вы, в чем состоит смысл общения? Для чего врачу необходимо общаться с пациентом? Если мы задумываемся об определении, что такое общение, то мы видим, что общение – это совместная деятельность врача и пациента. Общаться – значит делать что-то сообща, значит делать что-то общее. В нашем случае делать сообща и делать общее является как раз медицина. Если врач осуществляет медицинскую деятельность, у него в руках, как правило, бывают какие-то приборы или инструменты, или лекарства. Но когда врач взаимодействует с пациентом, то в руках у него никаких инструментов нет. Врач взаимодействует с пациентом, взаимодействие с пациентом сам становится инструментом. И по выражению Балинта, он становится инструментом, который позволяет ему эффективно взаимодействовать. Он прислушивается к себе и он взаимодействует с пациентом. Тем же самым он является, в этом отношении он является и лекарством для пациента. Обратите внимание, что же происходит, когда врач начинает общаться с пациентом. Я обращаю ваше внимание на всем известную пирамиду потребностей, иерархии потребностей Абрахама Маслова. На этой пирамиде изображены потребности от первичных до вторичных. Физические потребности и до самых высших потребностей человека. Профессиональные потребности человека помогают выживать, реализация потребностей. И кроме того, потребности человека помогают находить смысл ему в его жизни. И реализация этих потребностей в профессиональной деятельности позволяет человеку чувствовать себя уважаемым, чувствовать признание, благодарность. То, что требуется нередко людям. И в некоторых профессиях с помощью профессий можно конструктивно реализовать эти потребности. Но иной раз можно эти же потребности, наоборот, использовать неконструктивно. Об этом говорят психологи, и об этом говорят врачи. Николай Николаевич Петров в своей книге, книге, изданной еще в 1945 году, «Вопросы хирургической диантологии», как раз говорила два пути развития совершенствования врача. Один путь – это обучение, подготовка, развитие себя, самосовершенствование. Второй путь – это делать другого человека слабым, делать другого человека зависимым от себя. И тем самым становиться более значительным. И как раз ситуация заболевания, особенно онкологического заболевания, позволяет таким образом строить отношения, которые позволят врачу чувствовать себя значительным, возвыситься над пациентом. Сейчас я хочу сделать небольшое упражнение. Я хочу, чтобы вам предложить мысленно задать себе вопрос. Кто я в профессии по отношению к пациенту? Начальник, спасатель, исследователь, экспериментатор, специалист, который тянет лямку и ждет, когда все это в конце концов закончится. Или мудрец, который учит всех на свете, как правильно жить. Ответьте себе честно на этот вопрос, кем вы являетесь во взаимоотношении с пациентом. Все эти, все эти, то, что мы сейчас видим, только нужно ответить честно на этот вопрос. Все, что мы видим, это социальные роли, исполняемые врачом. Эти социальные роли позволяют врачу реализовать свои личные потребности в контакте с врачом. И каждый, в контакте с пациентом. И каждый, и каждый, каждый из этих ролей, она по-своему строит отношения с пациентами. И получается так, когда врач находится в одной из таких ролей, он уже не может сосредоточиться на проблемах пациента. Он не может психологически заботиться о пациенте. Он разрешает свои собственные личные проблемы в этом контакте. Как же врачу быть? Что же делать врачу? Как ему пройти между сциллой и харибдой от личных потребностей? Как ему не попасть в пучину неразрешимых конфликтов и жалоб пациентов на взаимоотношения с врачом? Согласно легенде, Одиссей нашел, в конце концов, выход между сциллой и харибдой. Что может быть важным для врача, чтобы преодолеть эти трудности? Для врача таким ориентиром является подход, который состоит, в основе которого лежит профессиональная позиция врача. Профессиональная позиция врача. Профессиональная позиция врача – это сложное понятие. Оно не до конца разработано. И чаще всего она носит описательный характер. Но эта профессиональная позиция крайне необходима для любого специалиста, чтобы реализоваться и самоопределиться в своей профессии. И профессиональная позиция создает устойчивость для работы врача. И кроме того, она создает смысл его профессиональной деятельности. Я сейчас сокращаю, конечно, это все время. И профессиональная позиция выражается в принципе взаимодействия с врачом, который можно сформулировать как «быть, прежде чем делать и говорить». Что значит «быть»? «Быть» – это значит находиться вместе с пациентом. Вы сейчас это можете все прочесть. Я не буду на это время тратить, поскольку оно уже сокращено. Далее. Если врач находится в «быть», то он знает, что нужно делать. Прочтите, пожалуйста. Если врач знает уже, что делать, то ему легко находиться в позиции говорить. Он может найти нужные слова, которые соответствующие этой ситуации. Я как раз хочу подчеркнуть, что это не значит, что врачу не нужно владеть навыками. Наоборот, врачу нужно владеть навыками коммуникативными. Но до того, как овладевать навыками, врачу очень важно выработать собственную профессиональную позицию. Именно осмысление врачом своей собственной профессиональной позиции создает смысл его профессии и позволяет ему не технически исполнять навыки коммуникации, но осмысленно. Это фотография одной из моих пациенток. Это Атлантический океан, Южный берег Исландии. Каждый видит в этом что-то свое. Благодарю за внимание. Если у вас есть вопросы, я буду готова с удовольствием на них ответить. Спасибо. Спасибо.